Здравствуйте! В прямом эфире новости. В студии Илья Райшев. Коротко о главных окруженных событиях к этому часу. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре снизился. На прошлой неделе врачи зарегистрировали порядка 73 случаев острых респираторных вирусных инфекций на 10 тысяч человек. Это ниже показателей предновогодней недели на 27% и не превышает эпидпорог. У более 450 югорчан подтвердили грипп. Чаще всего им продолжают болеть взрослые. По данным лабораторного мониторинга, сохраняется высокая активность вирусов гриппа А. В этом сезоне они переносятся тяжелее. С кашлем, насморком, головными и суставно-мышечными болями. А еще высокой температурой, которая держится до 3-4 дней. Несмотря на общее снижение заболеваемости по региону, наиболее высокие показатели фиксируются в Сургуте, Хантамантийске и Нефтьюганске. Мошенники оставили жителя Пытьяха с многомиллионными долгами. В течение двух месяцев мужчина общался с неизвестными, которые представлялись сотрудниками банка. Первый сеанс связи произошел еще в октябре прошлого года. Злоумышленники рассказали популярную у мошенников историю. Якобы на имя пострадавшего пытаются оформить кредит. И для отмены операции необходимо оформить встречную заявку в мобильном банке, а деньги перевести на безопасный счет. Мужчина взял кредит на 3,5 миллиона рублей. Через несколько дней у Горченину снова стали поступать звонки от лжеоператоров банка, а также липовых полицейских. Все они просили помощи в поимке злоумышленников. Доверчивый Пытьяхес оформил еще один кредит и несколько кредитных карт. Все деньги, а это около 3 миллионов рублей, мужчина перевел на неизвестные счета. Спустя два месяца перед самым Новым годом югорчанин обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Добавлю, за новогоднюю неделю югорчане лишились 8 миллионов рублей. Полицейские зафиксировали 32 факта «Мошенничество». Чаще всего злоумышленники промышляли в сети интернет. На сайтах бесплатных объявлений, сайтах знакомств и интернет-магазинах. В первых числах Нового года не повезло с покупкой щенка породы шпиц 20-летней жительнице Сургута. Девушка, будучи уверенной в достоверности сообщений заводчика собак, внесла полную оплату за щенка в сумме порядка 35 тысяч рублей. Однако мохнатый друг так и не был доставлен хозяйке. В Кандинском районе расследуют убийство. На кнуне новогодних праздников в селе Леуши в полицию обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что в одном из домов убили женщину. Однако оказалось, что виновником является сам заявитель. Ночью с 25 на 26 декабря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина избил односельчанку. Поводом стали полученные от нее оскорбления. Пострадавшая, которая была 43 года, скончалась. Спустя два дня злоумышленник спрятал ее одежду в подвал, а тело перенес в соседний заброшенный дом. А 31 декабря он пришел в полицию, где рассказал, что случайно узнал о своих знакомых о возможном убийстве. Мужчине предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. В Нижневартовске проведут обследование двух пятиэтажек. Эти дома находятся в непосредственной близости с многоквартирником, в котором произошел взрыв газовоздушной смеси. Напомню, ЧП произошло в начале декабря. В результате 10 человек погибли, более 50 лишились имущества. Дом на Мира 6А подлежит сносу. Рядом с ним располагаются еще две пятиэтажки. Они соединяются с разрушенным домом арками. Решение об их пригодности для проживания примут на основании заключения специалистов. Тем временем власти Нижневартовска решают вопрос расселения дома, где произошел взрыв. В пятиэтажке было 66 квартир, 13 из них ипотечные. Пригласим граждан, у кого ипотека, страховую компанию и банки, и на одной площадке под вашим руководством вот это все разберите, чтобы у людей было понятно. Вопрос простой, шахейский. Кто заплатит за ипотеку? Пока жителям предоставили квартиры из маневренного фонда муниципалитета. После оценки утраченного жилья людям выделят равноценное, либо выплатят компенсацию в размере рыночной стоимости. Также люди интересовались ценностями, которые остались в разрушенных квартирах. Все вещи, которые ценные, мы все изымали. Они все находятся у нас, за исключением уже тех, которые опознаны и переданы потерпевшим. Вам покажет там следователь фотографии, они все у нас есть, где вы свои вещи опознаете и скажете, что вот нам такие-то, такие-то, такие вещи нужны сейчас. Значит, их вам выдадут там же под расписку. Отделение терапии Мегионской больницы отметили новоселье. Терапевтический корпус переехал из здания жилого дома в больничный комплекс. Коечный фонд медицинского учреждения реструктуризировали. Теперь все стационарные отделения обрели хорошие, приспособленные помещения. Социальные объекты Мегиона посетила губернатор Югры в ходе своей рабочей поездки по региону. Наталья Комарова побывала и в комплексном центре социального обслуживания населения. Он находится в почти 70-процентной стадии готовности. У нас очень много будет развернуто здесь помещений именно для новых направлений актуальных. Это и в рамках программы нацпроекта «Старшее поколение». У нас почти весь этаж отдан под реабилитацию граждан старшего возраста и инвалидов. Это будут и детские отделения для детей и инвалидов, и для взрослых, и для граждан старшего поколения. Работы планируются к завершению согласно графику в мае этого года. По графику уйдем не отставать. Это уже второй объект, который мы достраиваем за подрядчиками вашего региона. Спасибо вам большое. Так было, да? Первый сделали в срок, так что в этот раз тоже не подведем. За пять минут до боя курантов закончили одну из операций в окружном кардиодиспансере. 71-летняя жительница Радужного поступила в Сургутский центр с острым расслоением аорты. Врачи боролись за жизнь пациентки 15 часов. Всего же за новогодние праздники в специализированном медучреждении госпитализировали 67 югорчан с ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма, хронической сердечной недостаточностью. В частности, 16 пациентам с острым коронарным синдромом, в том числе инфарктом миокарда, специалисты сделали стентирование сосудов сердца. Югорчане прошли по легендарному маршруту на перевал Дятлова. 19 экстремалов преодолели на лыжах 55 километров по Уральским горам. Три дня и две ночи длился рождественский поход. Ситуацию усложняли погодные условия. Мороз достигал 40 градусов. Каждый день туристы шли по 12 часов. Активная физнагрузка не давала замерзнуть югорчанам. Кроме того, было продумано питание горячее и калорийное. Стоит добавить, что к походу группа готовилась с осени. Туристы делали небольшие вылазки зимой, ночевали в палатках. Феврали экстремалы планируют подняться на гору Неройка. Каждый из участников выставил свою модель выживания, свою модель, как правильно одеться, чтобы не замерзнуть. Практически на каждом из участников по 4-5 слоев. Начиная с термобелья и заканчивая пуховиками, штурмовкой. Это все напихивали на себя, чтобы и двигаться можно было, не сгореть. Ну и соответственно, оно и не замерзнуть. Сургутяне могут узнать, как встречали Новый год советские солдаты во времена Великой Отечественной войны. Клуб «Север» организовал выставку, посвященную празднику на фронте. Поисковики показали, как мог бы выглядеть праздничный блиндаж. Екатерина Нефедова оценила экспозицию. Это уже третья новогодняя локация, открытая поисковиками. Первую посвятили празднованию в разные годы войны, вторую – партизанской полянке. В этот раз поисковики показали, как встречали Новый год на передовой, развернув праздничный блиндаж. Готовили выставку, опираясь на фотографии и сохранившиеся истории солдат. Этот труд довольно-таки кропотливый, потому что нужно сначала собрать информацию, для того, чтобы понять, каким образом оформить выставку. Сначала ищется информация, затем подбираются экспонаты, и потом уже совместно, коллектив у нас маленький, пять человек, вот совместно все уже оформляем выставку. Каждый свою идею. Здесь самодельная гирлянда, которую солдаты чаще всего делали из фантиков, ведь бумага на фронте – дефицит. Ёлка, украшенная ватой, гильзами и, опять же, дефицитными бинтами. Обязательно стенгазета с открытками и приказом о проведении праздничных мероприятий. И, конечно, новогодний стол. На новогоднем столе у солдат на фронте стояла немецкая трофейная тушенка. Именно эту банку сургутские поисковики нашли в Твери при Роскопе. А еще солдаты открывали посылки, которые на Новый год им прислали родные и близкие. Там чаще всего был шоколад и махорка. Солдаты играли на музыкальных инструментах, пели песни, даже выпивали алкоголь. Спирт им выдавало командование. При этом всегда были на чеку. Здесь же, рядом с новогодними атрибутами, всегда заряженное оружие. Военные хотели какой-то праздник, чтобы был. Хоть и были слышны разрывы снарядов вражеской артиллерии, и авиация прилетала также на Новый год, бомбила наши позиции. Но солдаты вечером все равно на Новый год отмечали и надеялись, что будет следующий год мирный и будет победа. Выставка в центре Саланг будет работать еще месяц. В следующем году новогоднюю локацию откроют вновь. За это время организаторы планируют найти новую информацию и обновить экспозицию. Екатерина Нефедова, Юрий Чанцев, телерадио компания «Югра», Сургут. Хоккеисты «Югры» начали год с разгромной победы. Накануне подопечные Эдуарда Зынковца на своем льду сыграли с Ишсталью. Двухнедельный перерыв явно пошел на пользу «Югре». Наша команда так соскучилась по хоккею, что уже к шестой минуте вела 2-0. Свою голевую статистику поправили Валерий Поляков и Артем Антипов. Во втором периоде Ильдар Шексальдаров подхватил снайперскую эстафету от коллег. Его прицельный бросок угодил точно в ближнюю девятку. На этом «Югра» не остановилась. Александр Акмальдинов и Артем Воронин разыграли блестящую комбинацию и вывели на рандеву с вратарем Владислава Шутова. Нападающий «Югры» точен. Итог противостояния 4-0. После 37 матчей в активе нашей команды 60 очков. Это на 4 балла превосходит второе место. Но у ближайшего преследователя было на 2 матча больше. Я считаю, что после длинной паузы новогодней мы хорошо вошли в игру. Не было где-то, чтобы мы просили. Я считаю, что отличный матч с нашей стороны. В нашей игре достаточно было моментов. Просто где-то реализация немножко хромала. Где-то может быть чуть-чуть расслабленность. Такое это нормальное явление. Но я думаю, что мы контролировали ход матча полностью. Поэтому вовремя забили нужные голы. В «Югре» состоится региональный этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 40+.» Соревнования проведут в двух городах. Так, матч между Сургутской «Спарта» и Нягонским союзом пройдет в Сургуте в Ледовом дворце спорта 14 января. А на следующий день, 15 января, в Лангебасе на домашнем льду рожденные в СССР сразятся с ханты-мансийскими ночными мамонтами. Югорчан приглашают на концерт «Зимний пейзаж». Он пройдет в органном зале ханты-мансийского КТЦ «Югра-классик» 14 января. В программе фортепианные пьесы о зиме, природе, сезонных играх и забавах в исполнении Ирины Плотниковой. Прозвучат произведения Роберта Шумана, Петра Щековского, Клода Дебюси и других композиторов. Билеты доступны по пушкинской карте. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта упала в цене на 3 копейки. И стоимость одного доллара сегодня составляет 70 рублей 3 копейки. Стоимость европейской валюты также упала в цене на 57 копеек. За один евро сегодня предлагают 75 рублей. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова